но у меня были также другие практики которые я уже сама находила тоже в шкоде только в других отделениях и тоже полугодовые и годовые были ну можешь остаться если тебе это понравится и если ты понравишься работодателю а если нет тебя там никто держать не будет то есть там нет что уговоров каких-то нет абсолютно так что а потом получается уже когда я со шкодой попрощалась так сказать и уже в государственные пошла там уже особо на практику не смотрят то есть в государственном тебе главное сдавать все экзамены и сдать госу экзамены которые у тебя будут потом дипломная вот это вот все нужно обязательно будет сдать и дальше с такими дипломами можно обратно в шкоду вернуться если захочешь если не захочешь можно в другую фирму или компанию пожалуйста смотри у меня же немножко по-другому все было сначала была виза называется остатний это цель пребывания другое просто это так все оформляют далее первый курс 2 3 курс именно в шкоде у меня была студенческая виза ты просто меняешь цель пребывания но все документы одни и те же а после этого у меня тут родился сын и мне я ушла в академ получилось и мне нужно было менять цель пребывания я ее поменяла обратно на другое то есть я взяла курсы английского языка и пошла на английский язык параллельно работая и тут еще сыном занимаюсь а после этого я пошла уже в государственный вуз но цель своего пребывания я не меняла на студенческую обратно по государственному вузу и из-за того что я не меняла мне не нужно было после получения диплома искать как оставаться но если посмотреть как это все остальные делают да ты получаешь диплом и тебе дают три месяца свободы на то чтобы ты нашел себе работу то есть тебе три месяца не надо мучиться с документами ты находишь работу в течение трех месяцев приносишь все документы в полицию говоришь здравствуйте я получил диплом вот мой диплом копия работа такая-то контракт пожалуйста и они тебе оформляют уже рабочую визу просто рабочие цель пребывания то есть получается будет внж с целью работы если смотреть после вуза там трудностей никаких нету в основном вся общая масса если закончен вуз то они уже точно знают что у тебя есть голова на плечах что умный и и в течение трех месяцев это реально найти никаких проблем у тебя не возникнет единственное что данная вот ситуация с пандемии конечно тут никто себе особо на ничего не может сейчас а так без проблем давай не будем о грустном давай немножко веселом расскажи про вот сферу развлечений в чехии да мне свободное от учебы время чем обычно студенты занимаются в чехии ох я думаю что они занимаются абсолютно тем что делают и русские студенты в россии единственное что вот шкода где была это в маленьком городочке млада болеслав там всего лишь 12 тысяч жителей в этом городе и особо развлекаловки там никакой нету то есть есть там два клуба есть пара ресторанчиков и наверное на этом все единственное тут ну в чехии отмечают очень сильно праздники есть чародейница когда мы идем все на поле и жгем костер большой да это тоже развлечений и там на нашу масленицу нет если честно вообще вообще нет там скорее ты приходишь туда там куча тоже киосков есть такие киоски где продают какие-нибудь вкусности напитки и посреди ярмарка небольшая и посреди поля огромная куча сена и веток вот прям вот огроменная туда наверно все жители чехии поместятся если посмотреть нет на масленицу вообще не похожа у нас масленица такая все блины едят скорее эту бабу вот саша какие есть интересные вот уже одну ты рассказала но может быть какие то еще есть такие традиции да вот как проходит допустим ступ весна у студентов и если вообще такое в чехе нет такого нету вообще если честно я даже не знаю что это такое по российским стандартам не знаю у нас единственное что когда ты поступаешь в вуз у тебя есть посвящение в первокурсники единственно так как она в чехии проходит все в клубе просто тусуются и особо больше ничего не делают а если смотреть какие-то еще традиции праздники есть одна традиция в один из дней божешки я даже не помню в какую какую в какую дату она есть и в чехии и в словакии и в этот день любой кто придет к тебе домой будь это мужчина или женщина если это мужчина ты должен налить ему выпить обязательно а если вдруг придет женщина то ее нужно окатить водой холодной это единственный день когда позволяется когда позволяется еще и бить женщину но в смысле не бить а веточкой а зачем это делается чтобы холодная вода для того чтобы она всегда была здоровая и красивая это обидеть но видимо тоже с той же целью я пыталась узнать и мне внятно так и не могли сказать поэтому в этот день я сижу дома и никуда не выхожу так подожди а если тебе будут стучаться и ты не откроешь ну тут скорее к тебе заходят знакомые соседи или друзья а если у меня нечего вот нечего налить хоть что-то абсолютно все что-то хоть что-то хоть что-то обязана налить будь то это алкогольный напиток или какая-нибудь сок не знаю кока-кола все что угодно поняла интересно я даже о таком не слышала думаю если я поеду в чехию я тоже не буду выходить из дома в этот день и хочу чтобы меня били палками ну если ты просто выйдешь на улицу тебя никто пить то не будет но если друзья и чехи и словаки кто знают про этот праздник да у них есть специальная веточка такая нас плетенная в косичку и на одной части веточки там такие ленточки так и вот этой вот веточкой тебя и стукаю а я представляла себе что я допустим приеду пойду к тебе в гости и ты меня веником будешь пить ну вот веточка это только мужчины должны делать а вот оно как а понятно то есть мужчины женщинам женщины мужчины все понятно почему-то они должны пить а нас должны поливать водой и бить это дискриминация ты согласна да полная да есть оно в каждой стране будет и никуда от этого не деться мне не нравится мне не нравится пример министр наш он очень скованный и глупый он не экономист по моему или не политолог я даже не знаю кто он но это ужас какой-то мне не нравится смешно сейчас прозвучит если честно ты приходишь например на какое-нибудь заведение и я понимаю что так принято или даже не то что принято а так вежливо но ты решил посмотреть одежду еще что-то ты просто смотришь сам ходишь и они очень назоль его назоль его себя ведут они к тебе подходят давайте я вам помогу вот это вот конечно мне не нравится в россии наверное не так в россии не дождешься когда к тебе подойдут а вот там толпами будут за тобой ходить то есть никакой свободы в личной дистанции никакой не то что свободы там нету а вот назоль его вот немного перебарщивают чуть-чуть если бы они просто подошли один раз спросили и ты бы сказал нет и они бы отошли и стояли бы дальше там и ты бы могла сама подойти в случае чего но они же подходят несколько раз это же слушай а как обстоят дела у эмигрирующих а именно вот в отношении чехов к эмигрирующим да к эмигрантам как они к нему относятся по-разному вообще в целом хорошо то есть я каких-то сильных не знаю оскорблений там или просто врачи любят вот это вот увидели кого-нибудь и началось понаехали да вот вот присутствует ли это в чехии вот да наверное это в россии больше присутствует в чехии конечно это тоже есть от этого никуда не деться и у меня тоже были с ними проблемы но прям так чтобы сильно нет больше всего конечно это вот люди в возрасте наверное вот лет так не знаю сорока семи до пятидесяти пяти возраст они относятся именно к русскоязычным по пятьдесят восьмому году ты едешь в автобусе и говори и они тебе прямым текстом говорят думают что ты не знаешь чешский язык они тебе прямым текстом говорят вот вы понаехали пятьдесят восьмой год вы нас тут пятьдесят восьмом значит я на них так смотрю и начинают да отвечать тоже по-чешски говорю ну это же не я была я еще даже не родилась в пятьдесят восьмом ну посудите сами бывают и такое бывают другое бывают просто именно национальные какие-то проблемы я даже не знаю рас расовыми это не назовешь именно по национальности потому что тот же самый вот сын детский садик все прекрасно все хорошо на первый детский садик мы оттуда улетели я бы сказала убежали со свистом просто воспитательница учила воспитанников детей маленьких тоже там по три года которым учила что русские это плохо что они плохие что с ними нельзя общаться и ну в общем детей учила этому и когда ко мне пришел сын и сказал что меня тут это обзывают я пошла разбираться ну разобрались конечно но в этот садик конечно я больше не не отводила его а как ответила на это воспитательница а воспитательница отрицала все она сказала что я ничего такого не делала не говорила в итоге я пошла к директору садика объяснила всю ситуацию сказала что ну это какие ворота вообще вы можете мне так сказать прямо в лицо а детям нет и после этого она ей сделала выговор что потом она воспитательница сорвалась на меня сказала что это я сюда приехала боже это ну вот ее истинное нутро да нарожала значит это плохое слово она там сказала дальше в итоге и после этого я пошла опять директору ее уволили ну вот так карма да ну вот ну вот в россии допустим вы не уволились за такое да вот все таки в чехии построже да с кадрами я так понимаю да там не то что даже построже там один выговор по факту если ты получишь какой-то очень большой выговор особенно если с детьми работаешь то второго уже не будет ты сразу же вылетишь то есть они реагируют то есть не нужно там не знаю там не знаю до министерства образования идти хотя я бы могла наверное но не нужно этого делать плюсы европы да да а если а если там про медицину что вот ну ко мне бы у меня роды там были в той же чехии нет было все шикарно как вот в американских фильмах приблизительно вот так было вот очень круто ничего сказать плохого про медицину в чехии вообще не могу и про обслуживание так точно они очень крутые завидую сложно ли было выучить чешский язык нет он очень похож на русский некоторыми словами не всеми есть противоположные например вот у нас черствий это ну черствый хлеб да испорченный а там черствий это свежий то есть есть некоторые ну некоторая разница но в основном оно похоже на вот русский украинский они очень близки очень Саш тебе спасибо большое за интервью и я всегда в конце спрашиваю о каких-то дальнейших твоих планах на будущее может быть ты хочешь сменить страну допустим да или все это твоя любовь и ты останешься в чехии ну мне чехия нравится конечно не поспоришь но я бы наверное уехала и дальше меня не останавливает абсолютно я готова скажем так если есть какая-то возможность уехать в другую страну я поеду если например ее не будет я с удовольствием останусь в чехии вот так ну какая у тебя страна на примете может быть какая-то заприметила какую-нибудь для разных целей разные страны вообще ну это Соединенные Штаты Америки туда хотелось бы конечно с трудом туда попасть можно если например брать для родов то Аргентина да я так понимаю ты уже всю Европу объездила да ну да тебе осталось только в США там ну Аргентина ну как нет я еще не всю ладно я там еще в Италии не была в Италии где-нибудь еще а в Португалии например не была так в принципе да вот все ближние страны к Чехии там Австрия Германия даже Финляндия с Норвегией там тоже была да там круто я бы может быть поехала бы и в Финляндию но из-за того что я сама из ну с севера с Архангельска я бы в Финляндию ехать не поехала бы там очень холодно теплые страны в Испанию может быть переехала там очень тепло красиво но есть один минус там особо работать негде ты же сама сказала в каждой стране есть свои минусы да да Саша тебя очень ты очень интересно рассказываешь я бы наверное взяла бы тебе еще несколько интервью вот тебе сегодня спасибо за обучение я думаю может быть в следующих мы немножечко осветим трудовую иммиграцию да так понимаю ты тоже немного чего знаешь вот да мы сегодня с тобой не затронули тебе еще раз большое спасибо и друзья если у вас есть своя уникальная история эмиграции или переезда в другую страну присылайте пожалуйста на номер под этим видео вот также не забывайте ставить на уведомления и ожидать новых видео на нашем канале всем спасибо Саша спасибо тебе еще раз всем пока-пока пока-пока пока-пока